Аминь. Во имя Отца и Сына, Святаго Духа. Аминь. В 86-й беседе на Евангелие от Иоанна, святитель Иоанн Златоуст говорит, даже не так, а размышляет о страданиях Христовых и говорит, что это есть утешение, скорби и гонения. Терпение. Чудное дело терпения. Оно поставляет душу как бы в тихое пристанище, избавляя ее от воли и зловредных ветров. Христос и всегда учил нас терпению, но в особенности, когда его судили и водили по разным местам, так, когда его привели к Анне, он отвечал с великою кротостью, и слуге, который ударил его в Ланиту, сказал такие слова, которые могут уничтожить всякую гордость. Отсюда он перешел к Аиафе, потом к Пилату, и проведя таким образом целую ночь, он везде и во всем обнаруживает великую кротость. В то время, как о нем говорили, что он злодей, хотя доказать того не мог, он стоял молча, а когда был спрошен о царстве, тогда ответил Пилату, чтобы научить его и возвести к высшим понятиям. И когда видишь, что владыка, вселенная и всех ангелов, подвергаясь от воинов по руганию, словами и делами, все переносил молчаливо, поступает так же и сам. Станем не только читать об этом, но и будем все это содержать в своем уме. Терновый венец, одежду, трость, побои, удары по ланитам, заплевания, посмеяния. Постоянное пометование об этом в состоянии уничтожить какой бы то ни было гнев. Будут ли нас осмеивать, или будем мы терпеть что-либо несправедливое, постоянно станем говорить «Раб не больше господина своего». Евангелие от Анны, 15 глава, 20 стих. И будем представлять себе слова иудеев, которые они в неистосты говорили Христу. «Не правда ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?» Иоанна, 8 глава, 48 стих. «Он изгоняет бесов не иначе, как силу Вильзевула». Матфея, 12 глава, 24 стих. «Для того Христос потерпел все это, чтобы мы шли по стопам Его и терпеливо переносили насмешки. Насмешки раздражают несравненно более, чем ругательства. И однако ж Господь не только перенес их, но и все делал для того, чтобы издевавшихся над Ним избавить и освободить от предлежащего им наказания. Так и апостолов Он послал для их спасения. И потому-то ты слышишь, как они говорят, «Вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению» Деяния 3 глава, 17 стих. И такими словами привлекают их к покаянию. Этому станем и мы подражать. Ибо ничто так не умилостивляет Бога, как любовь к врагам и благотворение обижающим нас. «Когда кто-нибудь обидит тебя, ты смотри не на него, но на дьявола, который побуждает его к тому. На дьявола изливай весь свой гнев, а о нем даже жалей, так как он находится под влиянием сатаны. Ибо если ложь от дьявола, то и тем более от него же безрассудный гнев. Равным образом, когда увидишь издевающегося над тобою, помышляй, что это дьявол побуждает его, потому что на смешке не христианское дело. И если тот, кому заповедано плакать, кто слышал слова «горе смеющимся» Лука 6 глава, 25 стих. Если тот поносит других, осмеивает и раздражается, то он заслуживает с нашей стороны не порицания, а слез. Ведь и Христос возмутился духом, когда помыслила бы Уди. Итак, будем стараться осуществлять все это на деле. Если же мы не будем так поступать, то мы напрасно и без пользы, а лучше сказать, на зло себе пришли в мир сей. Одна вера не может вести нас в Царство Небесное. Напротив, из-за нее-то особенно и будем осуждены мы, которые ведем жизнь порочную здесь. «Ибо раб же тот, который знал волю Господина Своего и не был готов, и не делал по воле Его, бит будет много» Лука 12 глава, 47 стих. И опять «Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха» Иоанна 15 глава, 22 стих. Итак, какое мы будем иметь оправдание, когда мы находимся внутри царских чертогов, удостоились проникнуть и в самое святилище, сделались причастниками очистительных таинств. И между тем живем хуже язычников, которые не сподобились ни одного из этих даров. Если они ради суетной славы обнаружили столько заботы, то тем более надлежит нам угождение Богу и упражняться во всякой добродетели. Господу слава во веки веков. Аминь. 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 Аминь.